Итак, нам пора начинать. Если кто-то к нам подойдет, мы будем рады их видеть. Я сегодня с вами хочу побеседовать о хорошем, плохом и злом. Это не о старом фильме. Это, конечно, не обзор фильма. Я буду говорить с вами о требованиях. Кто-то из вас, может быть, был на дискуссии предыдущей, на столе, который только что закончился. Там тоже много было дискуссий о требованиях. И я считаю, что требования важны. Требования важны для тестировщиков, потому что без требований, как мы можем проводить тестирование? И я хотел бы как раз это с вами обсудить. У нас есть требования хорошие, есть плохие, есть вот такие вот ужасные, тратительные. Ну, позвольте я начну с представления. Меня зовут Ханс, Ханс Ван Лоинхаунд. Я из Нидерландов, и там я занимаюсь тренингом по тестированию, по требованиям. Также работаю в Университете прикладных наук, Амстердам. И это очень важно для меня, потому что мне кажется, что я очень многому учусь от моих студентов и из их опыта. Также я являюсь членом Международного совета по техзаданию, и поэтому я также могу учиться многому от требований тестировщиков по всему миру. Итак, давайте начнем с требований. Мы все сталкиваемся с требованиями, если мы работаем тестировщиками в команде IT. Все начинается с клиента. И вы понимаете, что клиент – это король. У него есть какая-то проблема, либо цель, либо он хотел бы что-нибудь улучшить в своем бизнесе. И клиент обращается к бизнес-аналитику, или информационному аналитику, или владельцу продукта, и говорит, что он хочет. И по-старому был инженер по требованиям, который все документировал в ситуации с Agile. Это либо продукт-оунер, либо бизнес-аналитик, либо любой человек из команды, который отвечает за это. Но в любом случае мы задокументируем требования в такой синьке, и далее у нас, между нашими глазами и ушами, мы как команды передаем эту информацию и понимаем, что мы должны предоставить, что мы должны сделать. Дальше у нас идет команда разработчиков, которая, собственно, дает, строит, и потом мы результат предоставляем клиенту. А между вот этими двумя последними шагами у нас тестировщик, который пытается сопоставить требования с тем продуктом, который был построен, разработан. И мы говорим, что если мы, что все согласовано, то у нас тест пройден, если нет, то нет. Но в любом случае требования играют очень важную роль для всех сторон разработки в процессе IT. И я хочу пообщаться с вами на эту тему, основываясь на моем собственном опыте, связанном с требованием. И в первую очередь давайте посмотрим так называемые злые требования, уродливые требования. Если мы их знаем, тогда мы будем знать, какие хорошие требования и как соответствовать им. И по логике сможем удалить и плохих ребят. И самая важная, вторая часть моей презентации, это то, что нам, тестировщикам, с этим делать. Я понимаю, что вы разные тестировщики, и вам надоели уже плохие требования, и вы видите, вот плохое требование, что же нам делать с ним. Я продемонстрирую вам определенные способы, как я это делаю. Может быть, они и вам помогут. Сначала расскажу вам историю. Вот киданных где-то на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке. И все операции по всему миру, все транзакции получаются и далее передаются внутри компании, чтобы осуществлялся вот этот вот процесс, собственно, пересылки. И система у них была, которая получала всю эту информацию для всей компании. Был такой портал, и у меня была там роль управления по качеству и даже больше консультанта. Я не то, чтобы был напрямую ответственным за качество, но я был вовлечен в этот проект. И мы работали над временем отклика. Потому что, представляете, десятки тысяч транзакций каждый день. Понятно, что время отклика должно быть достаточно хорошим, потому что, если они не получат информацию, они не могут отправить посылку. И у нас был достаточно милый такой документ, функциональный проект, или как угодно называйте его. Но там было прописано желаемое время отклика. Пять секунд. Пять секунд. И подписано было директором компании. Все были согласны, что до времени отклика пять секунд, все отлично. Ну, я тогда был с стороны, первый раз вообще был в этой компании. У меня не было знания среды. И пять секунд, я думал, интересно, это нормально. Все согласны. И начали разрабатывать систему, все шло хорошо. И потом, в какой-то момент времени, мы почти закончили. За две недели до уже, собственно, предоставления продукта. Я сказал, давайте посмотрим все-таки на время отклика. Мы измерили, замерили его, и оказалось, что оно было лучше, чем изначально требование. У нас время отклика было одна секунда. Я сказал, ой, здорово, мы в пять раз быстрее. Клиент будет очень-очень счастлив. И дальше случилось что-то странное. Один из наших тестировщиков сказал, а какое время отклика в старой системе, которую мы заменяем? Я сказал, давайте посмотрим. А там время отклика было 0,2 секунды. То есть наша новая система была в пять раз медленнее, чем изначальный продукт. Немножко странно. Да? Давайте обратимся к клиенту. И клиенту, скажем, мы смогли улучшить результаты работы. Работать с пяти секунд до одной секунды. Но старая система в пять раз быстрее работала. Что вы скажете? Вы не против? Вы, директор, документ, можно сказать, из-за рвота. Вы что, идиоты? Даете мне новую систему в пять раз медленнее, чем старая система? Но вы же сами подписали время отклика 5 секунд. Да, но я не знал, что это такое. Пять секунд вроде бы достаточно нормально. Но при этом мы не можем, вы не можете нам предоставить систему, которая в пять раз медленнее старой системы. Это был для нас вызов. На самом деле невозможно было предоставить новую систему с тем же временем отклика, как старая, потому что новые системы очень много, намного большее количество проверок делали и большое количество других операций. И в итоге, да, мы достигли времени отклика в половину секунды, но что произошло на самом деле, у нас была несогласованность в наших требованиях. Прописано у нас было в тех заданиях пять секунд, но при этом неофициально, не задокументировано у нас было требование, что новая система должна быть по меньшей мере так же хороша, как старая система. И вот это вот неофициальное требование, оно не было задокументировано, никто не знал об этом, никакие тестировщики не знали об этом, кроме вот этой вот девушки, которая в конце, чуть-чуть, конечно, с запозданием, но сообщила об этом. И все думали, что одна секунда, все, мы молодцы, все хорошо, но все было не так просто. Это первое злое требование, которое я могу вам ввести в пример. Несогласованность, скрытая несогласованность, которую вы сразу никак не можете обнаружить. И очень часто это не функциональные требования, или это что-то на пересечении функциональными требованиями. Но это практически всегда не согласуются друг с другом. У нас, например, есть распознавание лица, очень безопасно и очень удобно, но при этом, если меня убьют, все равно будет мое лицо правильно, и его смогут использовать, чтобы пройти в систему. Поэтому не сильно это безопасно, наверное. Подумайте об этом. Может быть, нет решения общего этому, но вы должны об этом помнить, об этом знать, как тестироваться. Еще другая история. Где деньги? Однажды я работал на страховую компанию, и там был новый лидер проекта, такая лидер, она только что выпустилась, и у нее был достаточно небольшой проект по новому страховому продукту, который они запускали. Он был не совсем новый, но там были определенные изменения, но не было системы. И она стала разрабатывать систему, работала в команде, все шло хорошо, она работала хорошо. И потом... Месяца через три система была развернута, отправлена в продакшен, и никаких проблем, все работает. Но в конце месяца бухгалтерия начала жаловаться, задавать вопросы. Почему мы не зарабатываем на этом новом продукте? Что значит не зарабатываем? Мы продали тысячи и тысячи полисов страховых с помощью этой программы. Да, но в нашей программе об этом ничего нет, в нашей системе об этом ничего нет, мы ничего не видим. Ой, а как это произошло? И оказалось, что новый дизайнер, она была новая в компании, новый человек, она не знала, как обычно разрабатывать систему в этой компании. Она подумала, это про деньги, это можно позже сделать в бухгалтерии, мне с этим не обязательно мне делать. Она полностью забыла разработать интерфейс между ее системой и бухгалтерией. Мы продавали полисы страховые, но они не попадали в бухгалтерию. Это нас заставило ввести новую систему, вернее, это нас заставило отключить новую систему, возродить старую систему, новые политики перевести на полисы. новую систему, новую систему, это нас заставило, что у нас было немного дизайнера в зарплате, и так далее. Это нас заставило больше, чем 3 месяца чтобы получить все вероятное на дорогу. Это еще одно дизайнерное требование, забыть о основных факторах. И я хочу показать, вы знаете этот модел? Кто знает этот модел? Каролина, вважай, вы знаете этот модел. Это КНУ модел. Я думаю, мы все должны знать КНУ модел. КНУ, я думаю, он из Запада, или что-то. Он профессор в маркетинг. И он говорит, что у нас есть фактор, что у нас есть фактор, between how good you implement them and how satisfied your customer is. It's a normal thing that a client asks for, and if you put it in, they're satisfied. If you can't implement it, they're dissatisfied. And the more you put in, they're more satisfied. The less you put in, they're not satisfied. And there are things that Canoo calls delighters or excitement factors. These are things that the customer doesn't even know that it's possible. And if you don't put it in, nobody cares. And if you put it in, they're really... It's a wow, it's a wow. It's about innovation. But there's an ugly part. This is this... I think that your client, or person, you think that it's obvious. They don't mention it. It's so obvious. I don't even remember that I should discuss it. It's so obvious. I don't remember. This is an interface. This is an interface. I say, I want to buy a smartphone. It's obvious. But if you forget it, because your clients won't tell them, they will be extremely satisfied. If you buy a smartphone, if you buy a good smartphone, and you have all kinds of devices, and you can see the weather, and I have a GPS, and so on. But if I can't call it, I'll bring it back. I'll bring it back. I'll bring it back. I'll bring it back. I'll bring it back from anger. So, this is also another source of ugly requirements. The requirements are so obvious for your clients, that they don't remember them. And you can only find out how to find out, just observing your users doing their job. And you ask questions, why do you do this? You told us that you need to do it. Yes, but we always do it. So, another example of ugly requirements, which is forgotten, which is forgotten, and which is a problem in the end. Another example. Well, I'm a little older than most of you, so I have many failures in my projects. I want you to work on my failures, and you don't have to make them yourself. and I'm a little more complicated project, so I have a lot of mistakes. So I have my own mistakes. I have my own mistakes. And I have a lot of mistakes, so that you don't have to do it. And I have my own mistakes. Было много разных проблем, которые пришлось преодолевать. Но в конечном итоге, уже почти до сдачи, мы были довольны. Даже наш заказчик был доволен. И мы решили запустить это в производство. Там нужно было сдавать 1 января, всегда хорошо начинать продакшн с этой даты. И дело было где-то в середине декабря. Менеджер управляющего комитета и президент комитета говорит, да, кстати, прежде чем мы начнем заниматься продакшн, нужно запросить разрешение у департамента аудита на начало продакшн, потому что у них последнее слово. Да, можно использовать или нельзя, потому что это были выплаты безработным и так далее. Что-то может пойти не так, а департамент аудита должен высказаться. Мы пошли к аудиту с этой нашей новой системой, сказали, вот мы ее протестируем, новая система работает хорошо, и мы показываем, что мы оплачиваем правильные счета и так далее. Они сказали, да, да, хорошо, выглядит неплохо, можно запускать в продакшн, производство, да, все хорошо. Кстати, но, а как мы можем проверить вот этот аудиторский параметр? Мы должны знать точно, кто ввел документы, то есть вот этот след для нашего департамента, кто документ завел, кто менял и так далее. Но без этого нельзя. А мы об этом даже не знали. Но мы же не можем ничего проверить, сказали аудиторы. Они были добрые, вежливые люди. Нам все-таки разрешили пойти в продакшн, если мы пообещали, что мы этот аудиторейл пообещали добавить в ближайшие три месяца. Все, закончилось неплохо, но эта проблема была серьезная. И мы его не планировали, нам пришлось дополнительно работать. Мы так уже превысили бюджет. И, конечно, Ортердам достаточно богатый город, но все равно счастливы и довольны мы не были. И это еще одно такое неприглядное, злое требование, когда мы забываем стейкхолдера, одного из заинтересованных лиц, который важен для вашего проекта. Если вы его забудете, вы не учтете их требования. И это как-то потом всплывет либо в продакшн, либо на последних фазах приемочного тестирования, и возникнут проблемы. Еще один пример, который я хочу вам предложить, это вот таких неприглядных агли требований о фильме «Хороший, плохой, злой», то есть злых. И однажды это была компания производства грузовиков, они мне это рассказали, мне она понравилась. У них было производственное предприятие, delivery just in time, и когда грузовик был на конвейере, они туда ставили все детали, все запчасти должны вовремя были поступать с склада, они придумали приложение или систему с мобильными такими терминалами для сотрудников, ручными, чтобы сотрудники склада подбирали все эти детали, запчасти, из которых потом собирали грузовик. Приложение разработали, тестировали, все хорошо, работники склада были счастливы, пошли в продакшен, и много что пошло не так в реальном продакшене. Почему это получилось? Потому что условия освещения на складе были не такие, как в тех помещениях, где мы тестировали, и люди просто не видели четко, что там на экранчиках. Трудно было заметить. Вот там мелким шрифтом были написаны серийные номера этих деталей, они неправильно их ставили на грузовики, и в результате что-то не работало в грузовиках. И это то, о чем также нужно помнить, как тестировщик. Реальная жизнь – это тоже наш эталон. против которого мы проверяем. Понимайте контекст использования. Не ожидайте, что ваша тестовая ситуация точности повторяет реальную жизнь. То, как продукт реальности будут использоваться. Если вы не знаете точно, как продукт будет использоваться, в какой ситуации, может быть, продукт у вас хороший, который не заработает на предприятии вашего клиента. даже если у вас, в вашей лаборатории, все работало идеально. Это то, что я называю неприглядные требования. Это требования, которые имеют значение для ваших клиентов, но вы их не проверяете на тестировании. Или слишком поздно, уже на этапе приемочного тестирования. И тогда у вас всегда будет проблема, потому что вы уже подходите к дедлайну, и все уже готовы запустить это в продакшн. И вдруг, ой, мы забыли, и нам нужно еще пару месяцев, чтобы починить. И с такими, конечно, заявлениями, друзья, если не завоюешь, но иначе в продакшн возникнет такая же проблема. И вот основные причины таких требований. Это вот эти скрытые несоответствия, затем базовые факторы. Здесь нужны знания доменей, чтобы это уловить забытые стейкхолдеры, забытые заинтересованные лица. И это важнее, чем вам кажется, и непонимание реального контекста использования. И так, у меня презентация, но я хочу больше практической работы вам предложить. Предлагаю вам обсадить в группах с коллегами. вы узнаете это или нет? Был ли у вас похожий опыт? И что произошло? Что вы об этом узнали? Или у вас какой-то еще есть опыт? Дам вам 10 минут. Вот там будет обратный отсчет на будильничке или на секундомере. и я здесь, Каролина поможет с вопросами, если что. Можете, естественно, обсуждать на русском, но мне задавайте на английском или через перевод. И видите, еще 9 минут осталось. Предлагается обсудить вот подобные ситуации, которые у вас были. Ну вот как, вы сидите там в зале с ближайшими вокруг вас людьми. Вы сидите, по четверкам, пятеркам и поговорите про ваш опыт. Как это было у вас? Да, Окей, давайте закончим нашу дискуссию сейчас. Мне действительно нравится, когда вы вот так вот работаете. Это уже как настоящий семинар. Это было не впустую. Давайте посмотрим на наши слайды. Теперь давайте поделимся и выберем победителя. Хочу, чтобы вы представили, что вы обсудили. И у меня вот такие голландские вафельки для тех, для той команды, которая хорошую презентацию выдаст. Пожалуйста, давайте расскажите вашу историю. Мы обсуждали в нашей группе из трех человек. Мы идентифицировали следующие примеры. Во-первых, требования не были согласованы. Сначала были согласованы, но потом в другой группе разработчиков, тестировщиков, они изменялись, отделялись. И в итоге у нас у функциональных тестировщиков одни были требования, у других тестировщиков другие требования. И в итоге все получилось очень плохо. Это первый пример. Второй пример. Пребования были прописаны так, что они не принимали в расчет опыта реальной жизни, опыта пользователей. У нас анкета, которую пользователь должен был заполнить, но потом вдруг, неожиданно, как и вы в своей презентации описывали, Эта анкета оказалась не совсем полной. Слишком много было подразделов внутри одной анкеты. И это все смешалось и всю систему, в общем-то, нарушило. Третий пример заключался в том, что требовалось более 5 минут на заполнение анкеты. Она была очень тяжелая, больше 5 страниц, там было очень много полей нужно было заполнять. И в итоге, на последней странице, человек обнаруживал какие-то особые условия, что нужно было идти на первую страницу, там что-то менять. И в итоге, когда возвращаешься, все поля стираются, и получается, что ты должен начинать сначала, и время уже заканчивается. Время сессии, и попытка блокируется, и поэтому надо начинать все сначала. Да, это как раз о юзабилите. Так, хорошо, у меня еще есть и для другой группы. Поделитесь. Я думаю, что мы больше обсуждали то, что происходит, когда требования вдруг появляются в проекте. У нас есть какая-то ситуация, мы ее реализуем, что-то разрабатываем, потом что-то происходит, и оказывается, что нам нужно что-то сделать еще, что-то другое, или вообще что-то совершенно противоположное в сравнении с тем, что мы делали. И я поделилась ситуацией в моем проекте, но коллеги помогли мне понять, что это вполне распространенная ситуация. Такие вещи, как неполные требования и выявление требований, есть ли, и вы в итоге удивляетесь, да, удивляетесь, да, и шокируетесь. По-моему, по плану по программе у нас сейчас перерыв на чай-кофе. У меня была такая проблема. Я работаю в компании Индострах, и мы разрабатываем личный кабинет для обычных людей. И заявка была такая, создайте, пожалуйста, записную книжку всех застрахованных людей, которые страхует наш пользователь. Чтобы ему по 10 раз не надо было вводить имя, фамилия, отчество, да, всех. И это было от заказчика. Наш аналитик сделал так, чтобы исключить повторение, он попросил, чтобы всех людей застрахованных слепляли в одну, по регулярному выражению, в одну строку. Фамилия, дата рождения, месяц, день, месяц, год и пол. Тогда, ну, исключаются все повторяющиеся люди. Потому что нужно было оценить все полисы, которые купили, и по ним сделать выборку. В итоге мы протестировали, нам все понравилось. Отправили уже на верстку. Подрядчики делают красоту на сайте. Вот они уже получили от нас, что все хорошо. Как мы выясняем, что если двойня одного пола, то вроде как они друг друга исключают. То есть, если у человека двойня, он на него заводит два полиса, они в один. Вот неучтенный, пожалуйста, кейс такой вот у нас. И он уже появился после того, как мы отправили в продакшн. На что нам кастомер сказал. Ну, мы ему озвучили риск. Он сказал, ну, и ладно, забьем на двойню. А я говорю, если тройню, забьем на тройню. Так он у нас и живет. Спасибо. Тоже хочу поделиться прикольным маленьким кейсом у нас был. В общем, мы делаем игры, компания Космос. В общем, у нас была акция на проекте. Акция такая, что она идет два дня всего лишь. Ну, там она очень хорошо окупается. И суть в том, что эта акция важна для нас, как для компании. Она там какие-то дополнительные деньги дает. И начали, ну, запустили акцию на продакшн. Вроде все хорошо, протестировали. Там вообще проблем никаких нет. Но каждый раз при запуске там ежемесячно пишут одни и те же пользователи. У них не запускается. Ну, что за фигня. Начали разбираться, мы все подняли, весь код перерыли. Что за херня, не понимаем. И это произошло в какой-то момент. То есть там, ну, в какой-то месяц, грубо говоря, началась такая вот ерунда. Ситуация была в следующем. Мы нашли пользователя, который все-таки смог это воспроизвести. Это был наш модератор в комьюнити. И он, ну, мы у него прямо на компьютере начали смотреть и не понимаем вообще, что за ерунда. Начали проверять. Оказывается, какой-то программист просто взял, поменял немножко формулы расчета даты со смещением времени, то есть часовыми поясами. Просто элементарный вот кейс, который очень сложно было отловить. Просто потому что, ну, не было. А в итоге решилось просто. Все тестировщики сразу часовой пояс себе там во время тестирования поменяли просто. И сразу тестировали с неправильными, не с нашими часовыми поясами. Вот и все. То есть пример такого вот простой проблемы, грубо говоря. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Давайте сделаем перерыв. Теперь получается уже только на 5 минут. И через 5 минут возвращайтесь. Хотел бы продолжить нашу беседу и теперь перейти к хорошим требованиям. Как нам создавать хорошие требования? Это, я думаю, вам будет интересно. Итак, как испечь хорошие требования? Может быть, нужно быть бизнес-аналитиком, чтобы это делать? Ну, я думаю, что тестировщику будет тоже полезно что-то узнать о процессах, которые являются профессиональным подходом к разработке требований. Есть профессиональный такой способ подхода. И это подход Международного совета по техническому заданию, АРЭП, поскольку я его предоставляю. Итак, АРЭП, Международный совет по техническому заданию, описывает процесс создания фундаментальных требований. И согласно этому процессу, есть три основных шага. Первый – это элицитация, выявление требований из среды. Второй – это документирование. Так или иначе, вам нужно как-то зарегистрировать требования. Даже если вы в agile работаете, и как можно меньше вам нужно записывать, документировать, все равно каким-то образом зарегистрировать эти требования вам нужно. И третий шаг – это валидация. То есть проверьте качество, удостоверьтесь, что они верные, нужные. И потом это все связано с управлением требований, потому что если у вас требования будут разрастаться, разрастаться, и вы дадите им возможность просто жить самим по себе, что-то пойдет не так. И давайте поэтапно посмотрим. Элицитация, выявление – это требования, которые не лежат на поверхности. Их нужно вытянуть из среды. Поэтому мы говорим об элицитации, выявлении, извлечении. И первый шаг здесь – это нахождение источников требования. Где нам искать требования? И, к слову, это, опять же, для вас, тестировщиков, очень религантно, потому что источники требований – это также ваши источники тест-кейсов. И самый главный источник – это пользователь, конечный пользователь, клиент, стейкхолдер, как угодно назовите его. И вам нужно общаться с ним. Но есть также и другие источники. Это системы, с которыми вступать в интерфейс то, что вы разрабатываете, то, с чем взаимодействует ваша система. Также этими источниками может быть законодательство, стандарты отрасли, процедуры, прописанные в компании, на которой вы работаете, и так далее. Это все источники, которые, в первую очередь, вам нужно идентифицировать, прежде чем вы начнете искать требования. И с моей личной точки зрения, вы, как тестировщик, должны быть знакомы с этими источниками. Если вы идентифицируете источники, вы сможете предпринимать и использовать определенные техники для того, чтобы требования из этих источников извлечь. Потому что, как я сказал, эти требования сами не выскочат наружу, их нужно извлекать. Здесь у нас три основных техники. Первая – это техника опроса. То есть, просто вы идете и задаете вопросы. Вы можете проводить интервью, можете создавать опросники специальные. Есть техника, которая называется контекстуальные запросы. В первую очередь, вам нужно выявить источники, потом понять, как к ним подойти. Далее, у нас есть наблюдение. Вы просто можете обратиться к пользователям и понаблюдать за тем, что они делают. Наблюдение особенно полезно для того, чтобы выявить базовые требования, которые вам никто не озвучит. Вы просто можете пойти и посмотреть, что они делают. И это запустит в вас определенные вопросы, которые вы сможете им уже задать и которые помогут вам выявить их требования. И последняя группа техник – это творческие техники. Это то, что вы можете использовать для того, чтобы обнаружить вот эти факторы «вау». Потому что эти факторы – это то, что клиенты никогда даже не попросят, потому что он не знает, что это возможно. Здесь мы можем говорить об использовании семинаров мозгового штурма и других технологиях, которые могут помочь нам изобрести новые требования, которых пока не существует, но при этом вы, как команда, считаете, что это восхитит ваших клиентов. Дизайн мышления – это тоже один из подходов выявления вот этих вот креативных требований. Далее, после того, как вы выявили требования, извлекли их и завершили этот процесс. И нельзя сказать, что это прям раздельные этапы. Вы в процессе извлечения тоже записываете требования. Но потом мы говорим именно о этапе документирования. Мы как-то записываем, отмечаем все эти требования. Иногда это называется техзадание. Техзадание, с моей точки зрения, опять же, может быть, разное семинарное, но с моей точки зрения, это как раз документирование требований. Три основных есть потока документирования требований. Первое – это естественный язык, когда вы записываете просто что-то в обычных предложениях. Может быть, описываете пользовательские истории и так далее. Но самое главное, что вы записываете это на вашем обычном русском языке, или, в моем случае, в голландском, английском. Или можно использовать модели, диаграммы юзкейсов, диаграммы активности, Юрдена-де-Марко диаграммы и так далее. Разные есть способы задокументировать требования. Например, требования по данным можно документировать в диаграммах условий, диаграммах взаимоотношений и так далее. Далее, после этого, мы говорим об этапе валидации. Это когда мы сверяем требования по критериям качества. Есть разные критерии качества. Например, мы можем рассматривать содержание, что внутри этих требований находится. Помимо этого, мы можем проверять и документирование, как задокументированы наши требования. Есть определенные стандарты по документированию требований. Вы можете проверить, выполняются ли условия этих стандартов. И последнее, но не менее важное, это проверка соглашения между разными стейкхолдерами. Потому что если у вас 10 стейкхолдеров, у них может быть у каждого своя точка зрения на требования. А вам нужно построить одну систему, поэтому вам нужно создать гармонизацию этих требований. Сделать так, чтобы были общие требования. Конечно, это больше работа бизнес-аналитиков, но вы как тестировщик тоже должны валидировать требования. И в итоге у вас получается общий набор требований. И с одной стороны, и с другой стороны, отдельные требования, их тоже нужно рассматривать. Посмотреть, как они согласуются с требованиями, стандартами и так далее. И после этого всем этим надо управлять. Поскольку у вас растущий набор требований, есть изменения, и многое происходит, что-то устаревает, удаляется и так далее. Поэтому вам нужно постоянно за этим следить. И одна из самых важных техник управления – это приоритизация. Потому что не каждое требование нуждается в большом внимании. Какие-то требования нужно больше анализировать, какие-то – нет. Жизненный цикл требований предполагает определенные изменения. Опять же, они меняются, удаляются. Вам нужно это все отслеживать. Также вам нужно управлять и версией. И последнее, опять же, но не менее важное по управлению требованиями – это отслеживаемость. По каждому требованию вы должны знать, откуда оно появилось, в каких источниках мы его нашли, какие техники мы использовали и где оно используется. Это требование используется в этой программе для этого модуля, для этого веб-интерфейса, и тестируется в этом тест-кейсе, и потом этот тест-кейс был реализован, мы обнаружили такой-то дефект и так далее. Например, вот вы обнаруживаете дефект, и вы должны иметь возможность его отследить до изначального требования, понять, кто был стейкхолдер этого требования, и сказать, что вот то, что вы просили, сейчас не работает, понять это. С другой стороны, требование можно сказать, ну, я передумал, я хочу тут кое-что поменять. Вы, как тестировщик, должны знать, какие новые тестовые сценарии вы должны разработать, или которые уже были реализованы, что там нужно переделать. Отслеживаемость – это очень важный аспект управления требованиями. Я показал вам процессы хорошего управления требованиями, но в любом случае ситуация может пойти по плохому пути. Что может здесь пойти не так в этих процессах? Во-первых, на этапе проработки, мы об этом уже говорили, что может пойти не так? Мы можем забыть источники, источники могут друг другу противоречить, имеются разные мнения по поводу разных требований, и также неправильно может вестись управление заинтересованными лицами, стейкхолдерами. Ведь стейкхолдеры – это люди, у них эмоции, чувства относительно требований и отношений продукта, проекта, с которыми вы работаете. Если вы их не вовлекаете, они вам могут не захотеть рассказать все. Или они могут не прийти на приемочный тест, только потому что вы им не сказали. Хорошее отношение со стейкхолдерами, которые участвуют в составлении требований – это также важная задача бизнес-аналитика. И в ситуации использования Agile – все ваши команды. Вы, как тестировщик, также должны иметь хорошее отношение с заинтересованными лицами, со стейкхолдерами, потому что вы с ними общаетесь. Что-то в методике пойти не так. Вы можете выбрать неправильную методику. Например, если вы используете анкеты, вопросники для небольшой группы стейкхолдеров – это потеря времени. Лучше провести прямые интервью и задать вопросы. Если вы проводите интервью с огромной группой стейкхолдеров, то, наоборот, вам не хватит времени, и вы не успеете назначить все интервью вовремя. Поэтому выбор правильной методики здесь также важен и правильное применение такой методики. Вот что может пойти не так. И когда что-то идет не так, на этапе элиситации, то есть выявления, извлечения, сбор данных, и это то, что, например, неправильно документируется потом, и вы, как тестировщик, уже потом их с трудом распознаете. Это то, что нужно помнить первым делом. Следующий момент – документация. Мы уже об этом говорили. Например, может не соответствовать системе SMART. Документация может быть двусмысленная, противоречивая, нечеткая. Это так же важно. Со мной не все согласны, но я все равно о своем мысле высказываю. И требования нужно делить на очень мелкие части. В одном предложении одно требование. Тогда можно проверить. Если требование гласит, система должна производить список упаковки, в котором содержится каждый предмет на складе менее одного, какого-то минимального уровня, и должно это читаться при определенных условиях освещенности. И если вы проверите на эти условия, где-то что-то не будет ответствовать, то весь тест провалится. Но лучше разделять требования на маленькие кусочки, которые можно протестировать отдельно и сказать «да», «нет». Это, конечно, чекинг, и те, кто занимается тестированием на других принципах, могут сказать, что я старомоден здесь, но я предпочитаю делить на маленькие порции. Если у вас документация основана на модели, вы можете выбрать неправильную модель. Например, используя активную диаграмму для того, чтобы показать переходы состояния или диаграммы между различными экземплярами, вместо того, чтобы показать отношения между другими частями классификации. Это дефекты в требованиях. Кстати, в целом есть вот эти все несоответствия, но это то, что вы, как тестировщик, можете уловить. Это то, что можно потрогать, то, что материально. Они плохие, но их хотя бы можно увидеть. То же самое этапы валидации касается. Плохая валидация означает, что плохие требования проникнут на следующие этапы вашего проекта. И они плохи, но если они неприглядные, то вы их можете пропустить. А если они просто плохие, вы их увидите. И здесь нужно проверить, что есть, есть ли какая-то документация, какой-то анализ, оценка, утверждение, кто это сделал, когда, как проверили, что проверяли. Как тестировщик вы можете искать доказательства того, что валидация была осуществлена надлежащим образом. И если вы поймете, что валидация плохо проведена, сами ее сделаете. Вы, тестировщик, вы, по крайней мере, в документации можете что-то такое опознать. Теперь управление, плохое управление. Когда мы работаем с нестой версией, несколько лет назад мы что-то тестировали и нашли много дефектов. Гораздо больше, чем обычно. И затем мы отправились к аналитикам и так далее. Было много проблем и спросили, но с какой версией вы работаете? Там 0.3. Но мы уже давно 0.7 используем. Почему не сказали? Извините, забыли. Так бывает. И многое другое здесь играет роль. В основном это отходы. Это ваше время и деньги тратятся понапрасну. Здесь могут не быть какие-то серьезные проблемы, но это вас отвлекает, это ведется к различным расстройствам, разочарованию, задержкам. Если у вас идет плохое управление проекта, ну, значит, вы разозлитесь на менеджера проекта и попросите, чтобы все поменяли. Итак, вы дошли до той точки, где вы, как тестировщик, получаете входные какие-то данные для подготовки теста, и эти входные данные и есть требования. И в прошлом вы раньше доверяли аналитикам, доверяли входным данным, а теперь я вас убедил, что в этих данных может быть что-то не так. Извините, что если вам что-то испортило, но такова реальность. И что тебе нужно что-то с этим сделать. Вы должны их уловить, прежде чем они повредят, потому что это дефекты потом в ваших входных данных. И если вы их уловите раньше, чем начнете на их основе тестирования, это будет дешевле и облегчит вашу работу. Что мы делаем с этапом плохого выявления фактов? Это самое плохое, конечно, потому что там неприглядные требования, если их сразу не увидеть, вы их увидите в продакшене или на поздних стадиях приемочного тестирования. Это какие-то забытые противоречащие источники, неправильное применение методики, какие-то несоответствия, какие-то базовые вещи, которые просмотрели и так далее. И у вас здесь оружия не так много, инструментария. Главное – знание домена, знание этой области. И это не так легко. Общение со стейкхолдерами может вам тут помочь. И что еще может заместить это знание, это чек-листы, проверочные перечни, которые ведутся в ваших компаниях, это обычные вопросы по поводу проверки на противоречивость. И эти чек-листы готовятся на основе того, что пошло не так в прошлом. Если что-то пошло не так в прошлом в этой области, вы можете добавить эти вопросы в чек-лист, чтобы убедиться, что с вами это второй раз не произойдет. Плохая документация Это дело в подтверждении, в валидации стандартов, норм, шаблонов на бумаге. Это относительно легко. Здесь можно проверить. Здесь нужно надлежащим образом анализировать ваши входные данные. И брать стандарты, нормы, шаблоны и сравнивать их с вашими данными и говорить, вот здесь вы забыли более тщательно проработать пользовательскую историю. А здесь слишком нечетко формулируется требование к потребительским свойствам или к эффективности. И каждый час на этом этапе, потом вам накануне 9 часов на этапе тестирования. И босс вами будет доволен, потому что вы делаете больше работы за меньшее количество времени. Плохая валидация. Также это попытки уйти от плохих или неприглядных требований. Если ничего не помогает, делайте сами. Если вы анализируете входные данные и вы видите что-то неприемлемое, удвоите свои усилия, чтобы лучше анализировать и оценивать. Если вы найдете один дефект, значит, там будет целый кластер. Если вы в одном блоке входных данных что-то нашли, скорее всего, будет больше ошибок. Работайте над тем, чтобы их уловить. Каждая такая проблема, которую вы уловите, до подготовки тестовых кейсов сэкономерного времени и деньги. Плохое управление. Это, конечно, разочарование, лишняя трата денег и времени. Но обычно это не приводит к каким-то плохим и неприглядным требованиям. Только если, конечно, не с теми версиями работать, то да, это может забутать, но в конечном итоге вы разберетесь, надеете хорошие требования. Но все равно время, конечно, потеряли. Начальник не будет доволен, но вы можете обвинить кого-то еще. И ваше оружие – это вовлеченность, коммуникация, отчетность. Пытайтесь увидеть, что происходит в вашем проекте и старайтесь, чтобы это с вами не произошло. Делайте все, постоянно задайте вопросы. Вы что-то поменяли или нет. Какая-то у вас новая версия или общайтесь с разработчиками. У них те же самые проблемы, потому что у них те же входные данные. И если они обнаружили дефекты своих входных данных, то же самое у вас. Общайтесь с ребятами из разработки. Что они увидели в этих требованиях, как они их интерпретировали? Часто проблема возникает в разных интерпретациях одних и тех же требованиях. Спросите бизнес-аналитиков, что вы имели в виду. Спросите разработчиков, как вы это интерпретировали. Потом подумайте, как вы интерпретируете. Если это не одно и то же, то, возможно, в системе какая-то проблема. Вовлеченность, коммуникация и так далее. Это ваше лучшее оружие против плохого менеджмента. Или это есть инструментарий. Это мой швейцарский нож для того, что... Все, что связано с требованиями. Тогда, когда и где. А теперь вот пример. Это по поводу онлайн от книжного магазина. Как только покупка совершена, система должна распечатать счет, фактуру на принтере склада, чтобы там были упомянуты все положенные в тележку артикулы. У нас здесь смешана функциональность и качество функциональности. Это распечатать инвойс, а качество это как только заказ обработан или распечатать именно на принтере склада. То есть здесь недостаточно разделено на мелкие части. И здесь нужны разные тест-сценарии, чтобы это выявить. что такое покупка и когда она осуществляется. Когда мы кликаем «Ок» или когда деньги получены, или когда получено имейл о подтверждении. непонятно, что значит, как только сделана покупка. Это через минуту, через час, через день? Мы не знаем. Почему мы вообще распечатываем счет, фактуру на складе? Может быть, имеется в виду упаковочный лист или упаковочный список, перечень, или нужно и то, и то распечатать в один комплект? А что, на складе только один принтер? Мы не знаем. А что насчет электронных книг? Они же не лежат на складе. А что с ними? И для меня, я говорил, с учетом требований, и когда мы используем этот фактор, мы используем этот принцип given and went then. С учетом требований, когда у нас есть какие-то сомнения, тогда применяем принцип given and went then. То есть, с учетом того, что в тележке книги положены, и сделана покупка, и так далее, и так далее. С учетом того, что если в тележке лежат электронные книги, подтверждена покупка, когда получена соответствующая сумма, тогда клиенту отправляется имейл со ссылками на электронные книги. Это за одну минуту. Это совсем иная формулировка. Если покупка содержит книги, и покупка подтверждена, так когда упаковка с этими книгами отправлена, тогда имейл отправляется потребителю с инвойсом со счетом со всеми этими книгами за один час. Например, если у нас в покупке только электронные книги, когда ссылка отправлена покупателю, тогда отправляется имейл со счетом за одну минуту. То есть, вы видите разные формулировки требований, сначала, вроде бы у нас требование выглядит нормальным, если мы его начинаем разбирать, и вы это, как тестировщик, можете делать. Когда вы начинаете это анализировать, если вам кажется, что что-то вам четко, понятно, попытайтесь использовать этот принцип given when then, вот этот принцип, и тогда вы сможете докопаться до каких-то подробностей, которые нужно протестировать, что хорошо в этом принципе given when then, вы можете по отдельности их потом конвертировать в тестовые сценарии. Это то, что вам нужно и так при подготовке тестовых сценариев. Вы потом трансформируете плохие требования в хорошие требования. сейчас я вас опять заставлю поработать. у меня у меня есть еще вафельки для тех, кто уже получил их. Давайте. что вы делаете, что вы делаете, когда обнаруживаете плохие требования? Обсудите друг с другом в своих маленьких группах почему эта проблема, кого это волнует, и что вы делаете, когда вы что там, функциональный дизайн или архитектурный план, план архитектуры, или что? с какой момент вы смотрите, видите, что что-то необычное, и что вы тогда делаете? У вас 9 минут уже осталось на обсуждение, и снова для победителей у нас голландские печеница. Кстати, правильного ответа нет, но я вам предложу свой вариант ответа на данный вопрос. Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения, мне действительно нравится, что у вас идут эти дискуссии, очень здорово, отлично, вы все молодцы, но я, похоже, чуть-чуть ошибся в планировании и во времени, и у нас его уже не остается. Я понимаю, что еще на этих моих часах время есть, но по программе конференции у нас его больше нет уже, поэтому давайте попросим еще две группы выставить, другие группы, пожалуйста, быстренько расскажите, сейчас я вам дам микрофон. У меня только с переводом можно помочь, я по-русски. У нас на проекте в последнее время часто возникает проблема, когда в задаче слишком много требований, и продуктовнер зачастую сам не понимает, что от него хочет бизнес, заказчик, поэтому в задаче он пишет вообще все, что может совершать тот или иной функционал приложения. Мы нашли решение непосредственно в обход ответственного за данную задачу, обращаться сразу к его непосредственному руководителю, потому что на вопросы непосредственно ответственный по задаче не отвечает, потому что он сам не понимает. И решение нашлось в том, чтобы декомпозировать задачу, какой-то там новый функционал на несколько маленьких стеков. то есть только таким образом мы смогли решить проблему, когда требований слишком много. Что-то на более мелкие, маленькие части это хороший способ управления. Еще чуть-чуть у меня осталось тут вафелик еще для одной группы. К сожалению, тоже будет русский. К части. Мы периодически сталкиваемся с тем, что мы реализуем фичи, мы делаем игры, мы играем на работе. И когда наши геймдизайнеры, я так понимаю, аналог бизнес-аналитиков у нас, они делают какие-то фичи, они часто думают как-то, что это можно сделать быстро, и они думают, что все очень четко прописано, все продумано. Иногда выдаются какие-то такие замечательные ситуации, когда у нас сетибилдер, мы строим город, и есть домики, и люди ставят эти домики. Решили сделать очень крутую штуку, и на те домики, которые у людей уже есть, Хэллоуин, красивая, черепа, сделали так называемые скины. Скины – это не домики. Скины ставятся на домик, это не другой домик. И, собственно, как бы слегка было прописано, не очень много времени дано разработку тестирования тоже. И когда начинаешь тестировать, к сожалению, мы уже получили в тест до того, как документы посмотрели, и всплывает такие вопросы. До этого тоже были скины на один домик, а теперь мы делаем скин, а домиков таких может быть много. И вот уже возникает вопрос. Опять же, в чем проблема? В том, что мы думаем, что мы знаем, как это реализовать, и еще мы думаем, что программист возможно задаст вопросы, если он в чем-то сомневается. Но это не всегда так. Хотя бывает. И например, ты сразу протестированный сталкиваешь с тем, что пользователь получает домик, ставит, окрашиваются все домики. И тот механизм, когда нужно, чтобы пользователь выбирал какой именно домик, соответственно, его нужно научить этому, то есть еще должен быть обучающий момент, они изначально не продуманы. И получается, кто страдает? Мы страдаем. Мы страдаем. Страдают получается программисты, которые сделали так, как они думают, что они сделали. Приходят злые тестировщики, тестируют, оказывается, все не так. Страдают наши продюсеры, потому что они уже запустили акцию, получают денежки, а нет, мы еще не доделали. И в конечном итоге страдают пользователи, потому что так как мы постарались сделать как можно лучше, но уже на обучение не так много времени осталось продумать, и они бедненькие смотрят, что и как. и когда нам говорят вот эта фича, она быстрая, вы ее за два часа протестируете, в итоге это растягивается иногда на неделю, потому что нет продуманное, больше нужно программировать, больше тестировать. Все. Окей, thank you very much. Спасибо большое. Мне очень нравится то, как вы вели обсуждение, окей, now let's finish then. Давайте перехватить уже к заключающей части. С моей точки зрения, если вы обнаружили дефект по требованиям, у меня два микрофона оказалось странно. Если вы обнаружили дефекты в требованиях, у вас есть три основных подхода относительно того, как действовать дальше. В первую очередь, это дефект, это просто дефект, как и другие дефекты ваши, которые вы обнаруживаете в выполнении теста. относитесь к нему как к дефекту, получите его в свою систему управления, направьте его к правильному человеку, который его исправит, и потом вам нужно будет провести повторное тестирование, повторный обзор и оценку, но это не всегда возможно из-за временных ограничений и так далее. Может быть, аналитик разработал это все уже очень давно и вообще сейчас чем-то другим занимается. Это понятно. Следующее, это можно оценивать как риск, то есть не нужно тестировать его, просто нужно рапортовать оно. вы сообщаете клиенту, говорите, мы это не тестировали, здесь есть определенное противоречие, вот скажите, что вы думаете на этот счет. Я думаю, что так тоже можно действовать, но сильно популярными вы не станете благодаря этому, то есть нравиться вы от этого больше не будете. То есть вот это первый путь лучший, второй путь более-менее, но еще есть третий путь относиться к этому как к возможности. Можно использовать дедовые те для того, чтобы переопределить ваши требования, но не забудьте при этом проинформировать клиента и не забудьте обсудить это и с разработчиками, и с бизнес-аналитиками. И вы находитесь в финальной части проекта. Может быть уже не будет времени у вас сделать это по-другому, но вы уже знаете большое количество всего о системе через тестирование, у вас большое количество знаний о среде и о требованиях и так далее. И время у нас закончилось, слайды у меня тоже закончились, основной мой посыл. Вы тестировщики, и тестирование играет очень важную роль для качества системы в продакшен. У вас могут быть плохие требования, я разные вам дал способы рассмотрения этого, желаю вам удачи и постарайтесь сделать так, чтобы клиенты получали ценность от нашей работы. Большое спасибо за ваше мнение. Если у нас время на вопросы, половать наше правило и все-таки минуточку оставить на вопрос или два, если есть у кого-то прям горящие. У какой группы не было возможности выступить сейчас? И у нас последний вопрос. Спасибо большое за ваш очень интересный доклад, за вашу презентацию. Презентация очень милая, мне очень понравилась она. У меня есть один маленький, один большой вопрос. Все вот это восприятие, отношение, как я понимаю, требует времени. Нужно время на то, чтобы все это сформулировать, исследовать, получить ответы на вопросы, скорректировать. И что мы, тестировщики, можем делать, когда у нас мало времени, не хватает времени? У нас всегда не хватает времени. Конечно, в этом проблема. Во-первых, начните с понимания, это сделать. Не тушуйтесь, не думайте, что все эти бизнес-аналитики да, это все могут, а я нет. Просто будьте на одном и том же уровне со всеми остальными членами команды. Будьте уверены, что вы играете ключевую роль в обеспечении качества проекта. Помогайте другим участникам команды. помогайте, не обязательно их роль преуменьшайте, но помогайте, потому что если вы начнете проект с плохими требованиями, система будет плохая, а вы можете помочь. И удачи, да, на это нужно время, но будьте уверены, что вы на это способны. Увидимся через пять минут на закрытии конференции. Thank you very much.